Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на украинский сериал, под названием «Жить с Надеждой». Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, молодой архитектор Алексей оформляет опекунство над одинокой старушкой Надеждой Альбертовной. Взамен она должна оставить ему в наследство квартиру в центре столицы. Однако Алексей не догадывается, что бабушка – настоящий вождь краснокожих, у которой есть свой скелет в шкафу. К тому же Надежда Альбертовна решает, что в опеке нуждается вовсе не она, а ее опекун, и начинает активно вмешиваться в его и без того непростую жизнь. Биография актеров Натальи Денисенко Наталья Денисенко – украинская актриса, снимающаяся в популярных сериалах, имеет опыт работы в озвучивании дубляже, а также в качестве телеведущей. Детство и юность. Наталья Александровна Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. В подростковом возрасте у актрисы было много ухажеров, над которыми она подшучивала. Например, назначала свидание на крепостном валу возле 13-й пушки. Парень приходил на место и понимал, что пушек там 12. Наталья Денисенко в детстве. В 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидение именей Карпенко-Карова. В отличие от других театральных институтов, в этом учебном заведении студентов заранее готовили к съемкам в фильмах. Например, показывали, как камера видит человека. На крупных планах нельзя позволять себе резких движений, а вот на средних можно дергаться. Это пригодилось даже Наталья. Хотя по образованию она не актриса, а диктор и ведущий телевидения. После вуза выпустила авторскую программу о жизни Кока Шанель в серии «Люди», которые изменили мир и документальную передачу «Жизнь обычных людей». Денисенко лично их режиссировала и монтировала. Она готовилась к биографии журналиста, который рассказывает о кино, а не играет в нем. Но судьба распорядилась иначе. Студенты с актерского факультета уговорились сняться в дипломной работе. Потом подруги позвали с собой на кастинг, и так девушка попала в индустрию. Личная жизнь. Актриса счастлива в личной жизни. С будущим мужем Андреем Фединчиком Наталья познакомилась на съемочной площадке сериала «Клан ювелиров». Денисенко сомневалась, стоит ли давать ход этим отношениям, ведь на тот момент мужчина состоял в браке. Она сама была свободна и наслаждалась жизнью. На выбор Денисенко повлияла только что прочитанная книга «Искусство любить Эриха Фрома». Она поняла, что важно быть рядом с человеком, которого чувствуешь, а Фединчик был именно таким, настоящим мужчиной, который следит за собой, но в меру, а также обладает умом и характером. Наталья Денисенко и Андрей Фединчик Свадьбу сыграли на Мальдивах 1 апреля 2017 года, а в сентябре родился сын Андрей младший. Других детей в семье пока нет. Рост актрисы 165 см, вес – 44 кг. В профиле Натальи в инстаграме можно найти фото со съемочных площадок, семейные снимки с сыном и даже в купальнике. Фильмы. Денисенко признавалась, что сейчас каждый день благодарит небеса за то, что судьба сделала ее актрисой. Работа доставляет ей удовольствие, хотя приходится сниматься по 12 часов в сутки, порой без выходных. Ее первой работой стал мистический сериал «Дневники темного» о таинственном городе, в который сложно попасть и откуда невозможно выбраться. В 2015 году Денисенко снялась в сериале «Клан ювелиров». Ей досталась одна из главных ролей Зои Мовчан, которая вместе с возлюбленным оказалась в эпицентре противостояния двух преступных семей. По словам актрисы, это была современная версия Ромео и Джульетты. Наталье было интересно играть свою героиню, ведь Зоя совсем на нее не похожа, спокойная, сдержанная. Правда, в начале женщина сомневалась, стоит ли браться за проект, тем более, что продюсера искали блондинку. Но ее заставили прийти на пробы, и все получилось. В 2018 году фильмография артистки пополнилась лентой «Деревенская история». По сюжету капризная мажорка Даша попадает в ДТП, после чего ее жизнь меняется. Героиню бросает парень, который, как выясняется, давно ей изменял. На помощь девушке приходит автомеханик Алексей, несмотря на то, что ранее из-за Даши он потерял работу. В сериале снялся белорусский актер Кирилл Децеевич, а также Виктория Варлей, Роман Черный, Олег Савкин. В феврале 2019 года Денисенко прошла кастинг в масштабную костюмированную мелодраму «Крепостная», оставив за бортом 80 не менее красивых украинских актрис. Ее героиня, сексуальная артистка театра Лариса Яхонтова, привлекает мужчин смелым и веселым характером. Кроме Натальи, никто не смог убедительно воплотить этот образ. Роль актриса получила случайно, поехала на пробы ради развлечения, прочитала сценарий и влюбилась в персонажа. Когда Денисенко утвердили, она стала переживать, что сын останется без внимания. Приходилось бегать к нему в перерывах между съемками. Наталья Денисенко сейчас. В апреле 2020 года состоялась премьера детективного сериала «Сашина дела» о следователе Саше Гурской, которая успешна на работе, но имеет проблемы в личной жизни. Муж и дочка постоянно конфликтуют, и героиня разрывается между ними, пытаясь угодить обеим сторонам. Кроме Натальи Денисенко, в ленте снимались Елена Шилова, Павел Вишняков, Михаил Пшеничный, Алла Масленникова. Биография Алла Масленникова, актриса театра и кино, известность которой принесли сериалы и многосерийные фильмы. Артистка начинала карьеру на театральных подмостках и снискала любовь зрителей благодаря телевидению. Детство и юность. Алла родилась 1 января 1967 в Бердянске в обычной советской семье. По национальности она украинка. Родители не имели отношения к искусству, но поощряли ее творческие задатки. Первые 15 лет Масленникова провела на родине, занимаясь в балетной студии при Дворце культуры. Первый педагог девочки породил в ней глубокую любовь к хореографии и искусству в целом. Становилось все очевиднее, что биография Аллы будет связана с творческой профессией. С карьерой в балете не сложилось. Но девушка уже видела себя артисткой и не собиралась отказываться от идей блистать на сцене. Получив школьный аттестат, Масленникова стала студенткой Института искусств Воронежа. Личная жизнь. Выйдя замуж в молодости, Аула сохранила союз с мужем Олегом Масленниковым. Супруги работают в одной сфере, но актер отдает предпочтение реализации в кино. После рождения дочери в семье не появились другие дети. Сейчас семья – главный приоритет в личной жизни исполнительницы. В свободное время актриса ухаживает за любимым садом и занимается разнообразными хобби. Алла не увлекается социальными сетями, поэтому в отличие от многих звезд не пастит фото и новости о работе семьи в Инстаграме. Артистка предпочитает не афишировать личные данные вроде роста и веса. Фильмы. В 1979, будучи замужем и родив дочь, Алла с супругом переехала в Киев, где для артистов было больше перспектив и возможностей. Путь к сцене стал продолжительным. Актриса смогла реализоваться спустя долгие 10 лет с момента начала карьеры. Ее дебют состоялся в театре на Левом берегу. Первым спектаклем с ее участием оказалась постановка Бонна Файт. Затем последовала эпизодическая роль в проекте «Полиция». Масленникова нравилась зрителям, а сама актриса, наконец-то, почувствовала себя востребованной. Следом поступили предложения об участии в постановках «Остров сокровищ», «Мурлин Мурло», «Ночной сеанс» и других. По мере развития украинских каналов актриси стали предлагать роли в разнообразных проектах. В 1992 она снялась в ленте «Нутые ведьма». Спустя два года свет увидела короткометражка «Шестой час последней недели любви». В 2000-м на экраны вышел фильм-спектакль «Волшебница», в котором Алла Масленникова воплотила главную героиню. Аллу часто задействовали в создании телепроектов. Она воплотила роковую женщину в сериале «Леди Мэр». В 2002-м фильмография артистки пополнилась проектом австрийско-шведского производства «Голубая луна». Алла Масленникова в молодости. Интерес зрителей привлекли мелодрама «Женская интуиция», впоследствии получившая продолжение, и сериал «Бездельники». Над первым проектом артистка работала совместно с режиссером Оксаной Байрак. Со творчество продолжилось и при создании фильма «Снежная любовь» или «Сон в летнюю ночь». 2006-й ознаменовал новый этап в карьере актрисы. Она была востребована в кино. Масленникова снялась в разноплановых картинах «Дьявол из орли, об этом лучше не знать, квартет для двоих и других». Новых поклонников принесла премьера проекта «Аврора» или «Что снится спящей красавица». Съемки картины «Альпинист» позволили актрисе стать партнершей популярных на тот момент исполнителей Алексея Чадова и Григория Антипенко. Работу в кинематографе артистка совмещала с выступлениями на театральной сцене. Она оставалась верной родным подмосткам и лишь однажды решилась на сотрудничество с театром русской драмы, которая не увенчалась успехом. С 2021 по 2018 год актриса реже снималась. Масленникова отдает предпочтение работе в театре. Она избирательно подходит к предложениям об участии в новых телевизионных и кинематографических проектах. Зато на драматических подмостках исполнительница блистает в спектаклях «Вечный муж», «Голубчики мои», «Женитьба», «Тот, которого любит душа». Алла Масленникова сейчас. В 2019 актриса участвовала в создании фильма «Ты только верь». Премьера состоялась в декабре на телеканале «Украина». Большой популярностью у зрителей пользовалась и семейная сага «Ничто не случается» дважды с участием Аллы Масленниковой. Проект транслировался в эфире Первого канала. Отзывы о сериале включил это мини-сериал, четвертой серии, для усыпания, как всегда перед этим, сделав звук на минимум, фильм. Однако заинтересовал, и пришлось смотреть все серии. Ничего конечно необычного в сериале нет, простая мелодрама, но, по моему мнению, вполне такая качественная мелодрама, причем с хорошими артистами. Насчет Евгении Дмитриевой и Вероники Лысаковой, ничего не скажу, но вот Лариса Удовиченко и Сергей Дорохов мне нравятся. Так как смотрел сериал с приглушенным звуком некоторые детали вылетали из понимания. Основные героини Рима – Лариса Удовиченко, Ялла – Евгения Дмитриева. Так вот, сначала я вообще не мог понять одной фишки. Живут дамы вместе, Рима – старая маман мадам, Алла – ее дочь, директор крутой московской школы, педантичная дама со своеобразным чувством юмора. Причем живут в крутой квартире и вообще, как я понял, с деньгами у них окейно. Нет, я понимаю, директора школ сейчас миллионы зарабатывают. И вообще средняя зарплата по стране, по уверениям Вова и Димона около 60 тысяч рублей. Но тем не менее, все конечно дальше прояснилось, просто описываю первые впечатления. Основная история будет о том, что главные героини, забирают к себе из деревни, внезапно нашедшуюся внучку Римы, Надю причем беременную внучку, Надежды, Вероника Лысакова, девушка простая, деревня и собственно сериал как раз и будет о том, как эта троица первоначально троится, вместе уживется. Героини понравились почти все, исключением, может быть, Надя. Не очень люблю образы деревенских Д.У. Ро. Чек, уж больно представления современных кинематографистов, работающих в категории мелодрама, утрированная о представителях российской провинции. Да, безусловно, Москва это круто, а сами москвичи русская голубая кровь и вообще отдельная нация. Но показ из фильма в фильм, такого образа девчушек простушек, мне чет не особо по душе. Очень понравилась Лариса Удовиченко в образе мамы бабушки и, самое главное, преуспевающей писательницы женских романов детективов, вот и разобрались с баблом. В принципе, роль. Чисто удовиченческая. Получилась этакая дама, которая знает себе цену, очень милая во всех отношениях, болтушка, посетительница салонов и спа, и просто хороший человек. Образ Аллы, несмотря на многие противоречивые черты характера, тоже понравился. Хотя казалось, а чему тут нравится. Педантичная женщина, можно сказать СТ, Е, РВА. На работе коллеги у нее вымуштрованы, дома идеальный порядок, за счет домработницы разумеется, жизнь налажена, относительно, как вы понимаете. Но Алла, тоже хороший человек и вполне положительный персонаж. Все у нее есть, и женщина она симпатичная для своих лет, и обеспеченная, и чувство юмора присутствует, хоть и своеобразное. Но чего-то не хватает, описываю я главных героинь. И я думаю, многие из читателей поняли в чем фишка фильма и что не хватает. Ага, правильно. Мужиков. Но героини наши все особенные, а кроме Адуни, поэтому и мужчины им нужны. А нужны ли вообще? Тоже особенные. По большому счету, этот мини-сериал, конечно, ба. Пски. Причем на все 100%. Как говорится, снят он ба. Бой, про баб, и для бе. А бе. Может я немножко грубо говорю, и слово бе. А бе надо заметить на наши милые женщины. Но я думаю, что мои читательницы и так поняли, что как раз я это и подразумеваю. В общем, живенько, не затянуто. Всего-то 4 серии. Для своей категории фильм очень даже ничего. Думаю, что женщинам, которые смотрят подобное, сериал понравится. Да и мужчины могут вполне за компанию посмотреть рядышком и чуток поехидничать. От меня 5 баллов. Спасибо. Вчера посмотрела новый сериальчик. Легкий, слегка комедийный, ни о чем. Для свободного вечера вполне подойдет. Главные героини – три женщины, три поколения. Что-то это мне напоминает. В сериале «Между нами девочками» те же действующие лица. Бабушка, дочь и внучка. Даже характеры схожи. Спокойная бабуля всех мирит, жесткая дочь зарабатывает на жизнь, внучка пока беззаботна и весела. Видимо, режиссерам понравилось использовать в своих сюжетах такую троицу. В новом сериале «Бабуля» писательница женских романов, имела двух детей, сына, который погиб, и незамужнюю дочь. Случайным образом бабуля узнает, что у нее есть внучка. Оказалось еще, что внучка беременна. Семья воссоединяется и тут разворачиваются основные события сериала. Хотя какие уж там события. Обычные ежедневные заботы, встречи и расставания, обиды и недопонимания, радости и печали. То есть сюжет так. Ни о чем. Но вот главные героини характерные получились. Бабушку играет Лариса Удовиченко и этим все сказано. Люблю эту актрису и все ее роли. Внучка тоже из популярных артисток. Имени, к сожалению, не знаю. Но больше всего меня очаровала дочь, которая по сценарию работает директором частной гимназии. Вот дочь меня зацепила, поэтому хочу остановиться на ней подробнее. Играет Евгения Дмитриева. По роли она полностью оправдывает свою фамилию, Пиранова. В школе ее зовут Пирания. Так забавно наблюдать за ее манерами управления педагогическим коллективом. Вот знаете. Иногда дети боятся своих строгих учителей, но чтобы так боялись педагоги своего руководителя. Прямо какой-то военный режим, хотя требования Пирановой вполне обоснованы, в короткой юбке ходить нельзя, вызывающие серьги носить нельзя, на урок опаздывать нельзя. Но все это преподносится в такой агрессивной манере, что реально видишь, не директор, а самое настоящее Пирания. Кстати, в сюжете есть такой говорящий момент, когда Пиранова сидит дома и с удовольствием смотрит передачу про Пираний. В общем сериал как и сотни других, так, один раз посмотреть можно. Просмотр не планировался. Случайной кнопкой оказалась кнопка с ТВК ТВЦ, а там начался этот сериал под отдых на диване. Давно не смотрела фильмы с Ларисой Удовиченко и по-видимому соскучилась потомной ленивости ее героинь. В фильме ее героиня Рима, успешная писательница дамских романов, спешащая всем навстречу, дабы помочь, успокоить и прочее. Дочь писательницы, Аллу, играет Евгения Дмитриева. Мне нравился фильм служебный роман, возможно, поэтому понравились некоторые эпизоды и в этом фильме. Переписка по интернет тоже интересно к чему может привести. Что касается интерьеров, то понятно, в каких условиях живет детский врач, а в каких известная писательница из обеспеченной семьи. Большую часть времени нам показывают интерьеры ее особнячка. Фильм, думаю, чисто женский. На наряды Римы Ларисы Удовиченко можно посмотреть, любовные истории послушать, в закулисье ТВ-центра глянуть. Вполне подойдет этот фильм для отдыха и для сопровождения домашних дел. Доброго времени суток, друзья. С таким удовольствием сейчас поделюсь с вами своими впечатлениями о фильме Жить с надеждой. Вы уже поняли, что он мне понравился. И я рада, что у нас с вами есть возможность смотреть хорошие, качественные отечественные мелодрамы, в которых снимаются замечательные актеры. Правда, некоторые читатели отзыва сразу отложат фильм в сторонку, как только узнают, что это сериал. Хотя сериал совсем маленький, всего 4 серии, и в общей сложности фильм длится всего чуть более 3 часов, чем не повод посмотреть его в выходные дни. Уже известный мне режиссер Олег Шторм снял отличный мини-сериал, в котором снялись неподражаемая Лариса Удовиченко, Евгения Дмитриева, Вероника Лысакова, Сергей Дорогов, Александр Макогон, Алексей Демидов, Галина Анисимова и другие. А теперь о сюжете. Писательница, очень известная и любимая многими, Рима Пиранова, живет в шикарном доме со своей великовозрастной дочерью, руководителем частной гимназии, алой, синим чулком, грозой всех детей, учителей, совсем не зря прозванной ими Пиранией по созвучию с фамилией, и по поведению. Сын и брат женщин погиб год назад, но известие, которое косвенно было им послано, полностью поменяет их жизненный уклад, внеся струю свежего воздуха в их спокойную, размеренную несуетливую жизнь. А послание, письмо, с информацией о том, что у почившего родственника, оказывается, есть дочь, то есть внучка писательницы и племянница Пиранией. Любовалась я игрой всех без исключения актеров, особенно хороша, как я и ожидала, была Лариса Удовиченко, милая, добрая и женственная героиня фильма, так напоминающая мне мою родную тетю своим отношением к людям. Рекомендую, конечно же, фильм к просмотру всем своим друзьям и не только. Он обязательно понравится всем любителям мелодрам. Как же это добрый и наивный фильм, какие яркие образы. Тема педагогики мне так близка и понятна. Сама работаю в этой сфере. Очень интересен был каждый эпизод фильма. Столько тонкого юмора, таких необычных ситуаций. Актерская работа каждого героя понравилась. Лариса Удовиченко умница и красавица несмотря на свой возраст. Юную актрису Веронику Лысакову я вижу впервые на экране. Но мне очень понравилось, как ей удалось реалистично воплотить образ девушки из сельской глубинки. Такая естественная, открытая, добрая, но просто русская красавица. Главная мысль фильма, что какой бы у женщины не был возраст и характер, ей необходима семья, надежное плечо. Она всегда должна любить и быть любимой. Все это в конце фильма герои обретают. Мне понравился очень эпизод с собакой. Также оригинальная задумка, когда наконец Надежда осуществляет свою мечту и идет на телепередачу к своими кумиру у нее начинаются роды. Очень понравилась Алла, как она держалась, как вела себя, она мне была глубоко симпатична несмотря на свой характер. Сыграла так правдоподобно, я поверила ей на 100%, когда в конце фильма она просто показала свою истинную женскую сущность, свое стремление к любви. Снежная королева растаяла. Также романтическая ночь в школьной подсобке со свечой и игра «Открытое сердце» очень впечатлила меня. Конечно, немного печально, что опять женщины так сказать рулят, на передовых позициях, а мужчины в тени. Но показана правда жизни, все как сейчас происходит в мире. Думаю, что наш отечественный кинематограф подает большие надежды. Он может снимать хорошие фильмы. Я буду вам его рекомендовать к просмотру. Легкий, интересный, пропитанный романтикой от начала и до конца. В этом фильме очень много позитива. Он дарит надежду, что в жизни в конечном итоге все заканчивается благополучно, просто надо делать добро, дарить любовь близким и всем окружающим тебя людям. Фильм состоит из четырех серий, каждая продолжительностью 45 минут. Здравствуйте, пользователи сайта «Отзовик». Не так давно я делилась с вами впечатлением о сериале «Мама» по контракту, который еле-еле досмотрела. И после такого нудного сериала мне захотелось посмотреть что-то более интересное, легкое и свой выбор я остановила на сериале «Жить с надеждой». Благо, в нем всего четвертой серии. Надо сказать, я довольна своим выбором. Сериал оказался таким, как я и предполагала. Римма и Алла, мать и дочь, живут тихой и размерной жизнью. Римма занята своими книгами, она писательница, а Алла чаще всего пропадает в частной гимназии, где работает директором. Спустя год после смерти Николая, сына и брата, женщины узнают о существовании внебрачной дочери Надежды. Данный сериал показался мне очень увлекательным, интересным и даже в каких-то моментах юморным. Все события обыграны так хорошо, что приятно за ними следить. Порадовало, что в данном сериале нет скучных сцен, в нем отлично видна динамика, за счет этого сериал смотрится с интересом, и всегда хочется узнать что же будет дальше. Правда в фильме присутствуют некоторые моменты, которые в жизни вряд ли бы произошли, но тем не менее они хорошо вписались в сюжет сериала. Одной из основных мыслей фильма является то, что одинокой женщине, несмотря на ее уверенность в себе, трудно жить, и ей нужен человек, который бы подставил плечо, смог помочь в трудную минуту. Нет, в этом сериале определенно показано, что женщина сама по себе существо сильное, может многое добиться, но любимого человека ей часто не хватает. Мне очень понравился актерский состав, подобран он очень грамотно, все актеры находятся на своих местах. Лариса Удовиченко чудесно сыграла роль писательницы Римы. Она так замечательно произносила речи, играла так мягко и при этом умела отстоять свое мнение. Такой игрой можно просто любоваться. Роль получилась очень душевной, хоть у актрисы очень много работ. Но в данном сериал я вижу ее впервые и уже понимаю, что эта актриса очень талантлива. Очень интересно было наблюдать за игрой Евгении Дмитриевой, которая сыграла роль Аллы. Несмотря на свой строгий характер, актриса показала зрителям, что пиранья, так ее называли в школе, все же имеет в душе тепло и в определенные моменты может растаять. Возможно, она кому-то может показаться отрицательным персонажем, но мне Алла мне понравилась своей уверенностью, стремлением добиваться. Ранее Евгению видела в фильме «Нарушение правил», где она также играет учительницу, которая любит справедливость. Хорошую и добрую девушку Надю играет Вероника Лысакова. Актриса показывает, что у девушки все же есть деревенские повадки наивности. Но тем самым девушку они только красят. Играет актриса очень талантливо, все эмоции и переживания отлично передаются зрителям. Наблюдать за такой игрой одно удовольствие. Актрису я ранее встречала в других фильмах, но ее роли были незначительными. Поэтому особо увидеть талант не смогла, но вот данная роль совсем другое дело. Также хочется отметить игру актеров таких, как Сергея Дорогого, Александра Макагон, Алексея Демидова. Каждый из названных актеров играет очень искренне и душевно. Посмотрев сериал Жить с надеждой, понимаешь, что не все потеряно у российского кинематографа. Уметь снимать хорошие, душевные фильмы. Определенно буду рекомендовать данный сериал к просмотру. Так как он очень интересный, в нем присутствуют юморные моменты и конечно же любовные линии, не одна, а даже три. Смотрится легко, а значит просмотр пролетит очень быстро, да и сами актеры очень постарались, играя свои роли. Думаю, сериал понравится любителям российских мелодрам. Именно этой категории людей я и буду рекомендовать. Сегодня хочу поделиться с вами своим мнением о четырехсерийной мелодраме Жить с надеждой. Режиссером которой является Олег Шторм, вышедший на телеканале ТВЦ в 2016 году и который я посмотрела во время его премьеры. У Римы, ее роль неплохо сыграла Лариса Удовиченко, которую вы видели в сериале Позднее Раскаяние, 2014, было двое детей, дочь Алла. Эту роль хорошо сыграла Евгения Дмитриева, запомнившаяся мне по фильму Нарушение правил, 2015 и сериалу Дневник свекрови, 2021 и Сын Николай. Но вот беда приключилась, Николай умирает и остается только дочь, Рима. Придя в себя после смерти сына, продолжает писать романы для женщин, а ее дочь по-прежнему будет руководить собственной гимназией. И так все и продолжалось, если бы Рима не нашла письмо в кабинете сына, адресованное ему еще до его смерти. Актеры сыграли все неплохо и мне понравилась их игра. Музыкальное оформление соответствовало показанным событиям, которые развивались также неплохо и особенно мне понравилось развитие событий после находки эти таинственного письма, послужившего неким переворотом в сериале. Данный сериал подойдет для неспешного выходного просмотра, а поэтому любителям сериалов подобного жанра я рекомендую его к просмотру. Случайным образом наткнулись на милый мини-сериал «Жить с надеждой». Три женщины из разных поколений живут под одной крышей и конечно же мечтают о любви. Кто-то больше и открыто, кто-то меньше и в тайне даже от самой себя. В главных ролях Лариса Удовиченко, «Любовь прет о порте», Даша Васильева, «Любительница частного сыска» и Евгения Дмитриева, «Три полуградца» и «Дневник свекрови». Первая в этот раз выступила в роли бабушки, эксцентричной и чудной. Прежде всего именно увидев ее и ее героиню, мы остановились на этом мини-сериале. У второй получился прекрасный образ строгой и холодной внешней женщины, которая тоже мечтает о простом и вечном. Последняя главная роль умения известной Вероники Лысаковой – «Косатка». Такая милая девушка, такая простая, пусть и не с идеальной фигурой, но невероятно обаятельная. Она идеально подошла на роль героини, которую исполняла. События, которые происходят с женщинами-героинями очень незатейливые, но наблюдать за их приключениями весело. Начать смотреть можно даже не сначала. Очень легко понять историю и втянуться. Фильм прекрасно подойдет как фон для домашних хлопот. Оценка 5, рекомендую. 30 апреля 2016 года состоялась премьера сериала режиссера Олега Штрома «Жить с надеждой». И я его посмотрел, поскольку вечерок был свободным, а теперь хочу поделиться с вами своим мнением о нем. Этот сериал относится к широко распространенному жанру мелодрама и все события, показанные в нем поместились в 4 серии. Поначалу будет две главные героини, мать и дочь, Рима известная писательница женских романов, а Алла занимает должность директора в собственной гимназии. У Римы ранее был еще сын Николай, брат Аллы, который погиб и уже после смерти сына она в его кабинете находит письмо от незнакомой девушки, содержание которого полностью меняет жизнь наших главных героиней и именно после этого начинают разворачиваться основные события, которые меня изначально даже немного шокировали. Актерский состав привлечен для съемок достаточно известной и мне понравилась их игра. А главные роли сыграли здесь следующие актрисы, Лариса Удовиченко, Кавказская пленница, 2014, и позднее Раскаяние, 2014, Евгения Дмитриева, Счастье это, 2015, и Нарушение правил, 2015, Вероника Лысакова, Спасенная любовь, 2015, и Родители, 2015. Мне очень понравилось и музыкальное сопровождение к происходящим событиям, развитие которых и зрелищность можно оценить на четверку. Этот сериал из разряда тех, которые посмотрел в свободный вечерок, немного попереживал, да и забыл, но рекомендовать к просмотру я его буду всем заинтересовавшимся. Мини-сериал из четырех серий, начала смотреть только из-за того, что в главных ролях заняты Лариса Удовиченко и Евгения Дмитриева. Интрига оказалась стандартной, ничего неожиданного. Характеры персонажей слишком бледненькие для занятого актерского состава, особенно для Эл Удовиченко, и даже ее очаровательные, неподражаемые интонации фильм не спасли. Развитие сюжета предсказуемо, затянуто и в целом неинтересно, я бы даже сказала, что нудно. Литература и соответственно текст скучные, не увлекают. В итоге получилось мыло среднего качества, на мой взгляд довольно посредственное. Сел, Удовиченко я могла бы порекомендовать к просмотру сериал Бульварное кольцо. А вот фильм Жить с надеждой вполне можно и пропустить. Всем читателям моего отзыва, доброго времени суток. Просматривая отзывы своих друзей здесь на сайте, наткнулась на положительный отзыв на сериал Жить с надеждой. Кинула в закладки и на днях его посмотрела. Теперь настал и мой черед поделиться своим впечатлением. А впечатления от просмотра получились очень спокойные и безэмоциональные. В сериале четвертой серии, что для меня является несомненно плюсом, еще бы пару серий и я бы точно уснула. В центре внимания Анна и Рима Пирановы, мать и дочь, которые живут своей обычной привычной жизнью. Рима, мать, известная писательница женских романов, а ее дочь Анна, характерная дама, которая управляет своей собственной гимназией. Но в один прекрасный момент Рима обнаруживает письмо в комнате ее погибшего сына и узнает, что у нее есть уже взрослая внучка. Вот они и отправляются на ее поиски. Сериал очень предсказуемый. В первой же серии я поняла, кто с кем останется и как окончится фильм. Он очень скучный. Его можно посмотреть, когда совсем хочется отключить мозги и тупо пялиться в экран или занимаясь домашними делами. Актерский состав и игра особо не удивили. Играют такие актеры, как Лариса Удовиченко, Евгения Дмитриева и другие. Не ожидала в сериале увидеть Александра Асташонок из давно забытой группы Корни. Посмотрев в интернете узнала, что оказывается это его не первая роль. Значит подался в актеры. Сериал на один разок. Скучный, предсказуемый, спокойный, без интриг и захватывающих сюжетов. Спасибо за внимание. Этот небольшой сериал под названием «Жить с надеждой» я смотрел недавно. На удивление, мне история о «Синем чулке» очень понравилась. Фильм больше для женщин. Но я вместе женой смотрел с удовольствием. Играет Лариса Удовиченко, а она мне очень нравится как актриса. В работе задействован целый ансамбль актеров. Для меня имена актеров часто незнакомые, я просто видел их в лицо, а фамилии не запоминаю. Речь в сериале пойдет о писательнице, ее дочери, «Синем чулке», и о неожиданно в их жизни появившейся внучке и племяннице. Когда в твоем доме появляется новый персонаж, то приходится менять весь твой привычный ритм. Смотреть рекомендую, концовка сериала тоже прикольная, и вновь я о российских мини-сериалах. И на сей раз это сериал «Жить с надеждой». Скажу так, фильм мне понравился. Посмотрела я его не без удовольствия. Понравилась игра главных героинь. А сейчас обо всем по порядку. Фильм не тяжелый, но и дает почву для размышлений. Мне кажется, то таких девушек, как главная героиня Надя сейчас найти невозможно. А тем более очень тяжело найти таких родственников, которые готовы принять тебя, несмотря ни на что и стать для тебя настоящей опорой. Сюжет кажется знакомым по другим фильмам, но благодаря игре талантливых актеров, Ларисы Удовиченко, Евгения Дмитриева, Вероника Лысакова, все смотрится интересно и на одном дыхании. Итак, мать и сестра в годовщину смерти своего сына и брата узнают, что у него есть уже взрослая дочь, которая живет в деревне. И вот эта девушка, которая оказалась в интересном положении, попала в приличный и состоятельный дом своих родственниц. Да, девушка оказалась доброй, чистой и открытой, и она полностью изменила жизнь своей бабушки и тети. Если честно, то уже после начала просмотра фильма, я ожидала какого-то подвоха со стороны этой новой родственницы, но, я оказалась не права. И тем самым фильм меня захватил еще больше. Конечно, финал для всех окажется счастливым, да и сам мини-сериал интересный. И к просмотру я его рекомендую. Очень неожиданно для себя, но оказалось, что с удовольствием посмотрела этот приятный и очень спокойный сериал с двумя отличными актрисами в роли матери интеллигентная Лариса Удовиченко и в роли ее дочери великолепная Евгения Дмитриева. Мне было очень приятно смотреть этот жизненный фильм, снятый с добротой, который учит нас душевно относиться к близким людям и к друзьям. Сюжет фильма очень понятный, скажу вам его суть в двух словах. После гибели взрослого успешного сына выяснилось, что у него есть внебрачная дочь. Бабушка не раздумывая забирает ее в свой дом и я считаю, что и в обычной жизни любая другая бабушка должна также поступить и не важно богата она или бедна. Фильм приятный и добрый, без истерик и криков, очень разумный, немного с юмором. Лариса Удовиченко прекрасна в своем возрасте, даже в роли бабушки я ее просто обожаю. Советую обязательно посмотреть. Всем доброго времени суток. Что-то в последнее время меня потянуло на наши сериалы в жанре мелодрама. Раньше они все мне казались однотипными и снятыми по одной схеме. Нет, оказывается, есть среди всей этой кучи очень даже интересные варианты. Я на позапрошлой неделе посмотрела один из них и назывался он «Жить с надеждой». Сериал мне понравился своей легкостью, слез я в этом сериале вообще не видела, как-то все снято по-доброму. Даже старая дева строгая директриса и родная тетя своими справедливыми и строгими взглядами, замечаниями вызывает улыбку на лице. И вообще, сериал я посмотрела не из-за главной героини «Надежды», играет Вероника Лысакова. Не задавалась вопросом, что с ней будет. У меня больше интерес вызвала Алла. Евгения Дмитриева сыграла эту роль превосходно, нравится мне такой тип женщин. И меня интересовала ее судьба. Как же все закончится, останется ли она с учителем литературы или опять одна. Сериал понравился, к просмотру рекомендую, но скорее на один раз. Только что закончила просмотр мини-сериала «Жить с надеждой». Если честно, то он мне понравился. Но только не своим захватывающим сюжетом, все предельно просто и довольно предсказуемо и сюжет совсем не новый, уже много подобных фильмов и сериалов показано нашими телеканалами. Но этот как-то так снят, что смотреть его очень приятно и не вызывает никаких негативных эмоций. Понравилось, как подобран актерский состав, роли подходят главным героиням очень хорошо, Лариса Удовиченко просто великолепно справляется со своей ролью, а роль у нее прабабушки. Бабушки и мамы в одном лице, но только это не старушка, а отличная женщина, которая живет полной жизнью, следит за собой и не забывает помогать другим. Евгения Дмитриева получила роль дереткора школы, которая настолько строга, что подчиненные ученики вздрагивают при ее появлении. В сериале всего 4 серии, я смотрела с перерывами в итоге два дня и он просмотрен, сериал Добрый, о любви и о том, как нужно помогать другим людям. Этот один из немногих сериалов я бы отнесла к тем, что захочу посмотреть наверное и во второй раз. Немного ляпов конечно присутствует, но от сериала я бы не ожидала ничего сверестественного и если на это все закрыть глаза, то от просмотра можно получить удовольствие. Добрый вечер, читатели от Зовика. Редко смотрю отечественные сериалы. А вот мини-сериал Жить с надеждой. Из четвертых серий, посмотрела с удовольствием. Решающую роль в просмотре этого сериала сыграли две прекрасные актрисы Лариса Удовиченко и Евгения Дмитриева, а также Александр Макогон. Писательница женских романов Рима и ее дочь Алла. Руководитель гимназии основанной братом, после смерти своего сына и брата узнают, что у него есть дочь да еще и беременная к тому же. Забрав простую милую девушку к себе в роскошный дом, женщины пытаются привыкнуть к своим новым ролям бабушки и тети. Не буду пересказывать фильм, так как его нужно посмотреть. А посмотреть есть на что. Лариса Удовиченко очень мило и непосредственно кокетничает. Несмотря на возраст продолжает жить полной жизнью с увлечениями и юмором. Евгения Дмитриева удачно играет строгую, зацейкленную на своем внутреннем мире директрису, прозванную Пираньей. Здесь есть и юмор, и любовь, и даже наивность, но это все удачно сложено в прекрасную композицию. Не считаю, что потратила время на просмотр. Получила удовольствие, потому что сериал смотрится достаточно легко и непринужденно. Юмор уместен, актеры хороши и возможно будет продолжение. Рекомендую добрую сказку к просмотру. Добрый день, дорогие друзья. Я не любитель сериалов, но частенько хочется уткнуть глаза во что-то. Вот и приходится включать различные фильмы или популярные на данный момент сериалы. Про этот сериал я слышала немало, в основном людям нравится. Дай, думаю, и я посмотрю. Мне понравилось то, что в этом сериале органично переплетаются три поколения. Ни для кого не секрет, что понимание, связь между поколениями – сложный вопрос. Поэтому режиссеры любят поднимать такую тему в своих фильмах. Правда, поколения даны нам в стандартной схеме. Бабушка, дочь, внучка, честно говоря, хотелось бы чего-нибудь пооригинальнее. Сюжет. Самые обыкновенные проблемки и вопросы, с которыми простые люди встречаются ежедневно. Зачем это показывать в кино? Что этим хочет сказать режиссер? Какой смысл снимать фильм, показывая то, что и так все знают? Такие вопросы у меня возникают во время просмотра слабых фильмов или сериалов. Единственный плюс – похабщиной грубости тут нет. Можно смотреть с родственниками, друзьями. Можно кушать во время просмотра данного сериала. Аппетит не испортится. Пожалуй, это единственный плюс. Я все же порекомендую этот фильм, так как я очень уж требовательно отношусь к выбору фильмов и сериалов. В целом посмотреть можно, так что смотрите, всем спасибо. Зрителю представлен очередной мини-сериал, построенный уже по типовой схеме. Одинокие женщины разных возрастов, которые живут одной семьей, в течение третьих часов экранного времени находят себе самых, что ни на есть положительных и полностью подходящих им, партнеров. Конечно, все это происходит не так уж и прямолинейно. Существует определенная интрига, есть неожиданные повороты сюжета. Но генеральная линия, прослеживается четко с самого начала фильма. Традиционно, уже с середины сериала становится более-менее понятно, кто с кем что во многом обуславливается незначительным числом задействованных актеров. Так что вычислить тех самых, которые станут избранниками, не так уж и сложно. Сюжет легкий, образы, типовые, ну например, несгибаемая, твердая, кажущаяся бессердечной, руководительница, которая впоследствии оказывается одинокой, ранимой и стремящаяся к большой любви. Женщины, этот образ культивируется в нашем кино еще со времен Рязановского служебного романа, игра, несмотря на наличие известной. Хаймен, средненько, как и положено для такого уровня сериалов. В конце, ожидаемый хэппи-энд, который вполне логичен, иначе и не стоило бы огород городить. В общем, один из многих фильмов, который имеет свою устойчивую зрительскую аудиторию, для которой он и создавался. Посмотреть разок этот фильм можно, второй раз, наверное, не получится, потому что к тому времени, когда сюжет немного позабудется, наверняка появится еще парочка фильмов с таким же сюжетом. По совету друга посмотрела этот домашний, уютный такой мини-сериал. История, конечно, выдуманная, и сюжет не нов, три одинокие женщины-мама, дочка и внучка находят своих половинок, но смотрится легко, нет каких-то бурных страстей, зашкаливающих эмоций и серьезных потрясений. Юмор добрый, отношения между героями развиваются вполне динамично. Диалоги грамотные и интересные, если так можно выразиться. Каждый персонаж со своей ролью справился хорошо. Мне очень нравится актриса Евгения Дмитриева. Оценила ее роль в фильмах «Три полугроца» и, особенно, главную роль в фильме «Заза». Здесь она играет роль строгого директора частной гимназии, которую ее подчиненные прозвали пираньей. Но директор-то она хороший, а за маской пираньи спряталась нежная душа, которая в критических обстоятельствах раскрывается с самой лучшей стороны. Понравилась очень женственная и обаятельная Лариса Удовиченко в роли мамы, нежной бабушки, известной писательницы и тонкого психолога. И молодая актриса Вероника Лысакова в роли Надежды тоже была очень мила и органично. Несмотря на ее юный возраст, у нее уже достаточно длинный послужной список. Конечно, фильм наивный и прозрачно предсказуемый, но душевный такой. Иногда очень хочется чего-то такого домашнего, уютного, и чтобы в конце все обязательно были счастливы. Появление нового симпатичного героя в последних кадрах дает намек на продолжение. Но лучше бы второго сезона не было, чтобы не было разочарований. Всем привет. Посмотрела сегодня фильм под названием «Жить с надеждой». Смотрится он легко и быстро, так как в этом сериале всего 4 серии. Нисколько не жалею, что потратила свободное время на его просмотр. Очень необычный фильм, интересный сюжет. Такого сюжета еще нигде не встречала. В главных ролях прекрасно подобраны актеры. Особенно вся семья Пирановых, Надежда, Рима, Алла. Они все такие разные. Надежда, деревенская простушка, не образованная, но добродушная. Рима, превосходная, обворожительная женщина-писательница. Алла, строгая, серьезная, образованная, принципиальная. Но эта строгость в ней долго не задержится, ведь каждая женщина в глубине души очень нежная и теплая. Фильм смотрится на одном дыхании. Любовь, нежность, коварство, предательство, любовные письма по интернету. Все это можно увидеть в этих четырех сериях. Правда, у некоторых актеров, чересчур была видна неестественность в речи и эмоциях. В фильме часто звучала приятная мелодия, навевающая нежные чувства. Местами были очень смешные моменты. Оценю данный фильм на 5 и посоветую его посмотреть любителям русских мелодрам. Фильм называется «Жить с надеждой». Так где же она живет? Посмотрите и убедитесь сами. И как часто вы переписываетесь с незнакомцами по интернету. Ведь за той стороной экрана может скрывать совсем не тот человек, о котором вы имеете представление. Спасибо за внимание, приятных редко у меня бывает, когда обычный кухонный сериал хочется пересмотреть. Начнем с главного, с главного режиссера. Олег Шторм известен мне как автор фильма про Фурцееву, где объемно, детально передана психология знаменитой женщины-политика. Мать моржихи советских актеров, певцов, музыкантов. Шторм, автор детективного сериала частный детектив Татьяна Иванова, с удовольствием смотрела несколько серий. По стилю «Жить с надеждой», штормовский фильм, яркие образы женщин трех поколений, закольцевка сценария, беспроигрышная тема. Старшая из них, бабушка, в исполнении Лариса Удовиченко, обладает ироничным взглядом на мир, ее фразы, сплошные афоризмы. Она, писательница, которая неожиданно для нас, имеет виртуальную связь с молодым человеком, но для преодоления творческого кризиса. Ее взаимоотношения с редактором, играет сам Шторм, лиричная, но в то же время по-доброму смешны. Вторая женщина, ее дочка, сатирический и трогательный персонаж, хрупкая и деспотичная завуч колледжа, которая в течение суток организовывает было свадьбу своей беременной племянницы, которая шипит на педагогов за короткие юбки и открытые блузки, ее за глаза называют пиранья. Смешно, когда она во все глаза смотрит фильм про пираний, изучает, узнает. Внучка, наивная деревенская простая девочка, попав в роскошный дом, теплые отношения, учится общаться по-новому, синдром пигмалиона очень точен, украшает ее смешная неразделенная любовь к молодому слащавому журналисту с центрального канала, постеры на стене, обожание в глазах, до момента их реальной встречи. Тогда режиссер и показывает различия между напускным и настоящим, главным и второстепенным. Хотя на мой взгляд слишком прямолинейно. Впрочем, банальное в этом фильме всегда смешное. Фильм легкий, много юмора, женские ссоры и солидарность, романтические отношения дам трех поколений, хороший выбор дамского сериала. Посмотрела эту мелодраму с большим удовольствием. Может быть в жизни не все так гладко складывается, но верить в лучшее никогда и никому не мешает. В этом фильме даже минусы искать не хочется. Нет в нем ничего бычурного, нелепого или отталкивающего. Все дышит добротой. Актеры задействованы замечательные. Очень приятно для меня было вновь увидеть Эл, Удовиченко в роли доброй, мудрой и отзывчивой женщины. Может быть кто-то скажет какая сказочка. А я знаю точно, что такие фильмы очень нужны. Даже взрослым хочется верить в сказки, хочется чтобы у хороших людей все было хорошо, чтобы им никто не мог навредить или помешать. Наверное, этот фильм я больше смотреть не буду. Но он оставил в душе приятную теплоту от просмотра и подарил надежду, что жизнь может быть прекрасной. Доброго времени суток, читатели от Завичка. Минуту назад закончила смотреть новый четырехсерийный фильм «Жить с надеждой» с Евгением Дмитриевым в главной роли. Скажу честно, увидев ее в списке снимающихся актеров, нажала смотреть не раздумывая так как 100% фильм будет душевным и жизненным. В случае с «Жить с надеждой» так и получилось. История стара как мир, жили не тужили две богатые дамочки и тут в их жизнь врывается родственница из деревни со своим незабываемым колоритом. Не могу сказать, что Надежда, вновь обретенная родственница, ее линии являются центральной в данном сериале. Скорее сюжетных линий в сериале три. Мать, дочь и племянница. На удивление, все три линии неплохо проработаны, даже без явных косяков. Лариса Удовиченко в роли матери бабушки очень смешна и гармонична. Хотя сцены, где она якобы печатает на ноутбуке можно было и не показывать таким крупным планом. Удивило присутствие в сериале Александра Асташенко. Очень-очень неплохо справился со своей ролью. В общем и целом, сериал довольно-таки позитивный, добрый, местами смешной, местами грустный, но очень простой и душевный. Доброго всем вечера. Сериал «Жить с надеждой» пропагандирует семейные ценности. В фильме сначала показана жизнь двух одиноких особ, затем к ним присоединяется еще одна, причем беременная. С самого начала веселым их сосуществование не назовешь. По крайней мере одна из них точно не мечтала о такой жизни. Свалившаяся как снег на голову племянница забрала у нее спокойную жизнь. Чего не скажешь о бабушке. Она, как будто, мечтала о внучке, пусть даже уже взрослой и беременной. Этот лирический сюжет продолжается на протяжении всех четырех серий. Лариса Удовиченко, Римма Павловна Перанова, писательница, мама и бабушка и прабабушка в одном лице. Более мягкая и добродушная, чем ее дочь. Как только узнала, что у нее есть внучка, решила ехать за ней незамедлительно. С первых минут знакомства нашла общий язык с внучкой. Перевести ее к ним тоже была ее идеей. Устроила не только свою жизнь, но и жизнь внучки. Евгения Дмитриева, Алла Юрьевна Перанова, дочь Риммы, директор гимназии. Настоящий солдафон в юбке, как ее назвал один из преподавателей. Но за толстым панцирем у нее оказалась ранимая душа. Только зритель об этом узнает позже, как собственно и то, почему она натянула на себя эту железную маску. Вероника Лысакова, Надежда Кудряшова, племянница Аллы и внучка Риммы. Простая деревенская девочка, не знающая другой жизни. Новая страница жизни началась для нее после того, как она узнала, что у нее в этой жизни есть родня. Сергей Дорогов, Аркадий Петрович Полянчиков. Этот персонаж никак не относится к семье Перановых, но стал их частью. Невольно он стал героем романа Риммы Перановой, после чего его жизнь изменилась не в лучшую сторону. Почему и как это произошло, Римма и сама не может объяснить. Но их судьбы пересеклись не случайно, и Аркадий Полянчиков становится частью семьи Перановых. Александр Макогон, Игорь Владимирович, учитель литературы. Кто бы мог подумать, что учитель литературы после многочисленных своих походов и разбитых сердец остановит свой выбор на солдафоне в юбке. Алексей Демидов, Антон, детский врач. Виртуальная переписка с незнакомкой оставляет след в его душе. Не зная, как выглядит его знакомая, он влюбляется в ее душевные письма. Антон и не догадывался, что за всем этим стоит писательница Римма Перанова. Сериал «Жить с надеждой». Это простенькая незамысловатая, местами смешная история. Добрый и уютный, пусть даже предсказуемый, но позитив этот фильм подарил. Но конец какой-то глупый, кому нужно было это появление еще и внебрачного сына. Закончили бы благополучно. Данный мини-сериал рекомендую к просмотру. Спасибо всем за внимание и приятного времяпрепровождения. Выбирала себе для просмотра какую-нибудь легкую мелодраму и случайно наткнулась на этот сериал. В нем всего четвертой серии, как я люблю. И я решила его посмотреть. Сразу скажу, сериал мне понравился. Хотя сюжет и не совсем нов. Но снят фильм так, что смотрится легко и с интересом. Здесь показаны женщины третьих поколений одной семьи. Мать, дочь и внезапно возникшая по сюжету внучка старшей героини, внебрачная дочь ее погибшего сына. Сюжет пересказывать нет смысла лучше посмотреть. Особенно тем, кто любит наши русские хорошие мелодрамы с хорошими смешными сценами. Здесь есть и необычные, неожиданные ситуации, и тонкий юмор, и любовь. У режиссера Олега Шторма получился очень хороший мини-сериал. Да и актерская игра не подвела. Здесь снимались мои любимые актрисы Лариса Удовиченко, играет знаменитую писательницу. И Евгения Дмитриева, замечательная и правдоподобно сыгравшая снежную королеву, синий чулок, которая к концу фильма оттаяла и окунулась в настоящую любовь и женское счастье. Да и остальные актеры, задействованные в фильме сыграли на славу. Фильм получился добрый, какой-то светлый, напоминающий о том, что главное в этой жизни, семья и близкие люди. А также любовь, внимание и милосердие ко всем, с кем сводит нас судьба. А основная нить сюжета, это то, что каждой женщине нужна семья, она просто предназначена для того, чтобы любить самой и быть любимой и совсем не важно, в каком возрасте. Яркой и вызвавшей очередную добрую улыбку и даже взрыв смеха стала последняя сцена фильма, финал последней, четвертой серии. Поэтому, однозначно буду рекомендовать этот легкий, насквозо проникнутый романтикой мини-сериал к просмотру. Особенно любителям отечественных мелодрам, позитивное настроение от просмотра гарантировано. В последнее время немало сериалов вышло на центральное телевидение. И среди них есть немало интересных и очень увлекательных. Но не в этот раз. Сериал «Жить с надеждой» это не просто увлекательный и интересный сериал, это настоящий шедевр, который меня увлек и потряс. И совим сюжетом, и главными героями. Бабушку в сериале играет Лариса Удовиченко. Я просто восхитилась ее внешними данными. Она уже не так молода, как ранее. И могла бы выглядеть намного хуже. Но нет. Она восхитительна. Возможно ей уже 60, но более 50 не дашь. А талант. У нее не просто талант. Она уже настолько профессионально работает в кадре, что это выше всяких похвал. Отдельно хочу остановиться на ноле Евгении Дмитриевой. Мне она давно нравится. Играет она очень талантливо. Смотрится в кадре всегда великолепно. И хоть кто-то скажет, что она не красавица, я возражу. Она просто королева. И ее неустроенная личная жизнь превращается в настоящую проблему. В один прекрасный день девушка из сироты в положении, она ждет ребенка от своего приятеля, который не собирается на ней жениться, превращается в очень богатую наследницу из приличной семьи. И тут начинаются скачки вокруг принцессы на выдание. Отличный сериал. Красивый, веселый, с прекрасным юмором. С отличной кульминацией. С восхитительным финалом. Посмотрела мини-сериал «Жить с надеждой». В целом интересный сюжет для первого просмотра. Так вот живут две сестры, одна довольно известная писательница женских романов, другая начальница не помню то ли школы, то ли гимназий. Обе уже пожившие и повидавшие все старые девы. Одну из сестер играет Лариса Удовиченко, другую Евгения Дмитриева. Сыграли неплохо, вполне естественно. Правда Удовиченко кажется округлились на лицо или мне показалось. В целом четыре серии вполне актуальны. И немного серий, и сильно не надоедает сериал при просмотре. Музыкальное сопровождение подобрано в тему сериала. А смотреть или нет, решать вам. Доброго времени суток. Здорово. Сегодня посмотрела очень легкий к восприятию мини-сериал мелодраму российского режиссера Олега Штрома «Жить с надеждой». В картине задействовано очень мало персонажей, но от этого она совсем не потеряла яркость и свежесть. Огромным украшением и талантливым воплощением своих героин стали актрисы Лариса Удовиченко, которой досталась роль известной писательницы Риммы Пирановой и Евгения Дмитриева, которая блестяще сыграла роль дочери Риммы Аллу Пиранью. Казалось бы ничего не предвещало перемен в жизни двух успешных женщин, но однажды у них появится надежда, которая не только украсит их жизнь, но и избавит от женского одиночества. В дом Пирановых надежда не придет сама, она приведет с собой спутницу любовь. Смотрела картину на одном дыхании даже и не заметив, что пролетело уже четыре серии. Думаю, что картина понравится любителям данного жанра, но и не оставит равнодушными зрителя более старшего поколения. Этот четырехсерийный мини-сериал премьера на телеканале ТВЦ, по жанру комедийная мелодрама. Сюжет ее далековат от жизни, но все же легкий, с добрым юмором, с занимательными поворотами и переплетами. В богатом доме живут две одинокие женщины, мать известная писательница дамских романов и дочь хозяйка частной гимназии, педагог. Их размеренная и обеспеченная жизнь меняется после того, как мать находит письмо, отправленное ее погибшему год назад сыну. Это не детектив, здесь нет никакой интриги, фильм о любви, об интересных человеческих отношениях, о разных хитросплетениях судеб, об изменениях, происходящих с людьми под влиянием разных обстоятельств. Мне очень понравилось музыкальное оформление картины и актерский состав, в главных ролях Лариса Удовиченко, Евгения Дмитриева, Вероника Лысакова, Сергей Дорогов, Александр Макогон и другие хорошие актеры. Есть ситуации, не очень оригинальные, напоминающие некоторые известные картины. Но фильм подходит для отдыха, хорошо воспринимается, рекомендую его тем, кто любит российские комедийные мелодрамы. Оцениваю его на четверку. Сегодня наконец-то дождался мини-сериал Олега Штрома, который называется не совсем оригинально для меня, а именно «Жить с надеждой». Но все-таки меня этот проект заинтересовал, к примеру из-за того, что с другими работами авторов знаком, а также заметил тут множество известных персонажей, что конечно же замечательно. Вот какие лица я тут увидел, Лариса Удовиченко, приятно было ее увидеть в таком образе, Евгения Дмитриева, достаточно интересно смотрелось здесь, Вероника Лысакова, необычно было ее встретить в такой роли, Сергей Дорогов и Александр Макогон, их наблюдал в ряде комедийных историй, Алексей Демидов, Старшая жена, Шепот, Галина Анисимова, «Метод», «Любовная сеть», Максим Важов, «Провокатор», «Крыша мира», Александр Остаршонок, недавно упоминал его в сериалах «Провокатор» и «Крыша мира», Екатерина Иванова, «Дому большой реки», Илья Жданников, естественно смотрелся здесь, Ирина Серова, Наталья Тищенко, «Любовь в розыске», Аргентина, Олег Штром, «Будет светлым день», «Точка кипения», Екатерина Раченко, «Ясмин», «Терапия любовью», «Ксения непотребная», «Курортный туман», «Айл», «Мас в шоколаде» и остальные. А актеры в этот раз сыграли замечательно, причем абсолютно все, что особенно важно для меня, ведь не было ни одного героя, кто смотрелся бы неестественно или излишне просто. К примеру, в большей степени меня впечатлили Надежда и Рима, но и другие понравились. История тут на первый взгляд не сложная, но все-таки хватало тут интересного и для меня, ведь смотрится кинолента приятно и легко. Сценарий в этот раз тоже неплохо продумали, хоть и были тут некоторые предсказуемые элементы, но вот в целом все вышло вполне достойно. Не скажу я, что в картине всегда хватало динамики, поскольку серий тут 4, а на мой взгляд немного проект можно бы было и сократить. Юмора тут вполне достаточно, причем воспринимается он именно так, как нужно, то есть нет ни глупых элементов, ни надуманных сцен, а вот жизненности немало. Музыкальное оформление тоже неплохо дополнило приятные впечатления от проекта, да и со звуком тут было все в порядке. В остальном я конечно рад, что увидел эту картину сразу. Поэтому поставлю ей хорошую оценку и безусловно могу посоветовать ее любителям дегких, но весьма приятных мелодраматических историй, не только с приятным актерским составом, но и со смыслом. Сериал «Жить с надеждой» легкий и юмористичный. Я посмотрела на одном дыхании, не затягивающий, как большинство сериалов. Вечерком, когда хочется отдохнуть, этот сериал поможет отвлечься от всех забот. В главных ролях три женщины, это бабушка, дочь и внучка. Сюжет немного схож с сериалом «Между нами девочки». Бабушка спокойная, пытается всех помирить, дочь директор гимназии, и очень занятая женщина. Внучка беременная и не замужем. Бабушка с дочкой живут одни в хорошей квартире, и каждая занимается своим делом. У них спокойная и беззаботная жизнь. Но когда бабушка узнает, что у нее есть внучка, они с дочерью направляются на поиски той самой внучки Надежды. Находя ее в глухой деревне, они забирают ее в город, где беззаботная жизнь у них заканчивается и начинается бурная жизнь. Но каждая из них в итоге, найдет свою любовь. Бабушку играет актриса Любовь Удовиченко. На мой взгляд, она сыграла очень хорошо. Дочь играет Евгения Дмитриева. Вот она меня просто поразила. Интересно было наблюдать за ее поведением в сериале. В то же время и смешно, и серьезно. Могу сказать смело, что сериал удался. С удовольствием посмотрю еще раз. Данный сериал по-своему интересный и даже забавный, особенно если учесть совместное проживание родственных женщин, трех поколений. Не часто, но в нашей бытности такое бывает, когда три женщины живут на одной жилплощади. Бабушка, дочь и внучка. В среде мужчин такой вариант почти невозможен. Либо будут драться, либо сопьются всей компанией. Особый интерес вызывает у телезрителя, бабушка. При этом, ее играет многими любимая Лариса Удовиченко. Ее дочь, директриса в средней школе, по фамилии Пиранова, получила прозвище среди коллег-педагогов и учеников школы Пирания. Это особенный персонаж, ее можно и нужно наблюдать в течение всего фильма. Исполняет эту сложную роль Евгения Дмитриева. На протяжении половины сериала, у зрителя складывается явная антипатия к ее требованиям по отношению к молодым учителям. Достаточно сказать, урок начается не стреле школьного звонка, а после громкого звучания нескольких тактов бравурного марша. Отдельный зрительский интерес к сериалу, появляется тогда, когда эти милые дамы, выясняют, что у них в другом регионе есть почти взрослая внучка для бабушки подчеркивания Удовиченко, и племянница, для тетки Дмитриевой. Фильм абсолютно не напрягает, все события плавно перетекают, из сюжета в сюжет. Даже в сложных ситуациях, кроме трогательного сожаления к действующим лицам, сериал не вызывает негативных эмоций. Хорошо смотреть перед сном. Сон будет здоровым и крепким, так как картина совсем не возбуждает, скорее расслабляет и успокаивает. Молодой конструктор Алексей оформляет опекунство над одинокой старушкой Надеждой Альбертовной. Взамен она обязана бросить ему в имущество квартиру в центре главного город. Однако Алексей не догадывается, что бабушка реальный главарь краснокожих, у которой имеется собственный скелет в шкафу. К тому же, Надежда Альбертовна постановляет, что в опеке нуждается совсем не она, а ее опекун, и затевает деятельно вязываться в его и без такого непростую жизнь. Жизнеописание актеров Натальи Денисенко Наталья Денисенко, украинская артистка, снимающаяся в популярных сериалах, имеет эксперимент работы в озвучивании и дубляже, а в тамжодухе в качестве телеведущей. Детство и молодость Наталья Александровна Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. В подростковом возрасте у актрисы было немало ухажеров, над которыми она подшучивала. Например, назначала свидание на крепостном валу около 13-й Пушки. Парень пребывал на пространство и разумел, что Пушек там 12. Наталья Денисенко в детстве. В 2012 году закончила Киевский государственный институт театра, кино и телевидение имени Карпенко-Карова. В различии от остальных театральных вузов, в этом учебном заведении студентов заблаговременно готовили к съемкам в фильмах. Например, демонстрировали, как комната наблюдает человека. На больших планах невозможно позволять себе резких движений, а вот на средних разрешено дергаться. Это понадобилось даже Наталье, желая по образованию она не артистка, а диктор и водящие телевидение. После университета выпустила авторскую программу о жизни Кока Шанель в серии «Люди, какие изменили мир и документальную передачу жизнь обыденных людей». Денисенко собственно их режиссировала и монтировала. Она готовилась к биографии журналиста, который ведает о кино, а не играет в нем. Но судьба распорядилась по-другому. Студенты с актерского факультета уговорились сняться в дипломной работе. Позже подруги позвали с собой на кастинг. И так женщина попала в индустрию. Личная жизнь. Актриса благополучна в собственной жизни. С грядущим супругом Андреем Фединчиком Наталья познакомилась на съемочной площадке телесериала «Клан ювелиров». Денисенко колебалась, стоит ли дарить ход этим отношениям, так как на тот момент мужчина состоял в браке. Она хозяйка была свободна и наслаждалась жизнью. На отбор Денисенко повлияло лишь что прочитанная книжка «Искусство любить Эриха Фрома». Она поняла, что принципиально быть вблизи с человеком, которого ощущаешь, а Фединчик был конкретно таковым. Настоящим мужчиной, который смотрит за собой, но в мерку, а в там жодухе, владеет разумом и нравом. Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Свадьбу сыграли на Мальдивах главного апреля 2017 года, а в сентябре родился сын Андрей младший. Других деток в семье покуда нет. Рост актрисы 165 см, вес – 404 кг. В профиле Натальи в Инстаграме разрешено отыскать фото со съемочных площадок, семейные снимки с сыном и даже в купальнике. Фильмы. В Денисенко сознавалось, что в данный момент любой день благодарит небеса за то, что судьба сделала ее актрисой. Работа доставляет ей наслаждение, желая приходится сниматься по 12 часов в день, иногда без выходных. Ее первой работой стал магический сериал «Дневники Темного» о загадочном городке, в который трудно угодить и откуда нереально выбраться. В 2015 году Денисенко снялась в телесериале «Клан ювелиров». Ей досталась одна из основных ролей Зои Мовчан, которая совместно с любимым оказалась в эпицентре противоборства вторых преступных семей. По словам актрисы, это была инновационная версия Ромео и Джульетты. Наталье было любопытно играться свою героиню, так как Зоя совершенно на нее не схожа, спокойная, холодная. Правда, сначала дама колебалась, стоит ли хвататься за проект, тем наиболее что продюсера находили блондинку. Но ее принудили прийти на пробы, и все вышло. В 2018 году фильмография артистки пополнилась лентой «Деревенское деяние». По сюжету капризная мажорка Даша попадает в ДТП, после что ее жизнь изменяется. Героиню кидает юноша, который, как выясняется, издавна ей изменял. На содействие девушки прибывает автомеханик Алексей, не глядя на то, что раньше в следствии Даши он растерял работу. В телесериале снялся белорусский артист Кирилл Децеевич, а в там жодухе Виктория Варлей, римлянин Черный, Олег Савкин. В феврале 2019 года Денисенко прошла кастинг в масштабную костюмированную мелодраму «Крепостная», оставив за бортом 80 не наименее прекрасных украинских актрис. Ее героиня, сексапильная артистка театра Лариса Яхонтова, привлекает парней дерзким и радостным нравом. Кроме Натальи, никто не сумел внушительно осуществлять этот образ. Роль артистка получила случаем, поехала на пробу из-за утехи, прочла сценарий и влюбилась в персонажа. Когда Денисенко утвердили, она стала болеть, что сын остается без интереса. Приходилось носиться к нему в перерывах меж съемками. Наталья Денисенко в данный момент. В апреле 2020 года свершилась премьера детективного телесериала «Сашина дела» о следователе Саше Гурской, которая удачно на работе, но владеет трудности в собственной жизни. Муж и дочка непрерывно конфликтуют, и героиня разрывается между ними, стараясь попасть обеим гранем. Кроме Натальи Денисенко, в ленте снимались Елена Шилова, Павел Вишняков, Михаил Пшеничный, Алла Масленникова, Жизнеописание. Алла Масленникова, артистка театра и кино, популярность которой принесли телесериалы и многосерийные киноленты. Артистка начинала карьеру на театральных подмостках и снискала влюбленность созерцателей благодаря телевидению. Детство и молодость. Алла родилась 1 января 1967 в Бердянске в обыкновенной русской семье. По национальности она украинка. Родители не имели дела к искусству, но поощряли ее творческие задатки. Первые 15 лет Масленникова провела на отчизне, занимаясь в балетной студии при Дворце культуры. Первый преподаватель девочки породил в ней глубокую влюбленность к хореографии и искусству в целом. Становилось все очевиднее, что жизнеописание Аллы станет связано с творческой профессией. С карьерой в балете не сформировалась, но женщина уже видела себя артисткой и не собиралась отказываться от идей блестеть на сцене. Получив школьные свидетельства, Масленникова стала студенткой Института искусств Воронежа. Личная жизнь. Выйдя замуж в юности, Алла сохранила альянс с супругом Олегом Масленниковым. Супруги работают в одной сфере, но артист дает отличия реализации в кино. После рождения дочери в семье не возникли остальные детки. Сейчас семья – основной ценность в собственной жизни исполнительницы. В свободное время артистка ухаживает за обожаемым садом и занимается различными хобби. Алла не увлекается соцсетями, благодаря чему в различии от почти всех звезд не постит фото и анонсы о работе и семье в Инстаграме. Артистка предпочитает не объявлять и собственные данные вроде роста и веса. Фильмы. В 1979, будучи замужем и родив дочь, Алла с супругом переехала в Киев, где для актеров было более перспектив и способностей. Путь к сцене стал длительным. Актриса сумела осуществляться спустя длинные 10 лет с момента истока карьеры. Ее опыт состоялся в театре на Левом Сберегаю. Первым спектаклем с ее ролью оказалась посадка Бонна Файт. Затем последовала эпизодическая роль в проекте «Полиция». Масленникова нравилась созерцателем, а хозяйка-артистка, наконец-то, ощутила себя нужной. Следом поступили предписания об участии в постановках «Остров сокровищ», «Мурлин-Мурло», «Ночной сеанс» и остальных. По мерке развития украинских каналов актрисе стали давать роли в различных проектах. В 1992 она снялась в ленте «Нутые колдуния». Спустя два года Свет увидела короткометражка «Шестой час» крайней недели любви. В 2000-м на экраны получился фильм-спектакль «Волшебница», в котором Алла Масленникова осуществляла ключевую героиню. Аллу нередко использовали в разработке телепроектов. Она осуществляла фатальную даму в телесериале «Леди Мэр». В 2002-м фильмография артистки пополнилась проектом австрийско-шведского изготовления «Голубая луна». Алла Масленникова в юности. Интерес созерцателей завлекли мелодрама «Женское чутье», потом получившее расширение, и сериал «Бездельники». Над главным проектом артистка работала вместе с режиссером Оксаной Байрак. Со творчество продолжилось и при разработке кинофильма «Снежная влюбленность» или «Сон в летнюю ночь». 2006-й ознаменовал новейший шаг в карьере актрисы. Она была нужна в кино. Масленникова снялась в неоднозначных картинах «Дьявол из Орли, об этом лучше не ведать, квартет для двоих и остальных». Новых почитателей принесла премьера проекта «Аврора» или «Что снится спящей красавица». Съемки картины «Альпинист» позволили актрисе начинать партнерши популярных на тот момент исполнителей Алексея Чадова и Григория Антипенко. Работу в кинематографе артистка совмещала с выступлениями на театральной сцене. Она оставалась преданной родным подмосткам и только единожды отважилась на сотрудничество с театром российской драмы, которая не увенчалась успехом. С 2021 по 2018 год артистка реже снималась. Масленникова дает отличие работе в театре. Она избирательно идет к предложениям об участии в новейших телевизионных и кинематографических проектах. Зато на драматических подмостках исполнительница сверкает в спектаклях «Вечный муж», «Голубчики мои», «Женитьба», «Тот», которого обожает воротила. Алла Масленникова в данный момент. В 2019 артистка участвовала в разработке кинофильма «Ты лишь верь». Премьера свершилась в декабре на телеканале «Окраина». Великой популярностью у созерцателей воспользовалась и домашняя сага «Ничто не случается» дважды с ролью Аллы Масленниковой. Проект транслировался в эфире первого канала. Отзывы о телесериале, включил это мини-сериал, четвертой серии, для усыпания, как постоянно перед этим, сделав звук на минимум, фильм, но заинтриговал, и довелось глядеть все серии. Ничего естественно необыкновенного в телесериале нет, простая мелодрама, но, по моему понятию, полностью таковая высококачественная мелодрама, причем с неплохими актерами. Насчет Евгении Дмитриева и Вероники Лысаковой, ничто не скажу, но вот Лариса Удовиченко и Высокий Дорохов мне нравятся. Так как глядел сериал с приглушенным звуком, некие подробности вылетали из осмысливания. Основные героини Рима, Лариса Удовиченко, Ялла, благородная Дмитриева. Так вот, поначалу я в общем не мог взять в толк одной фишки. Живут женщины совместно, Рима старая маман мадам, а Алла ее дочь, директор лихой столичной школы, педантичная женщина с атипичным ощущением юмора. Причем живут в лихой квартире и в общем, сообразил с средствами у них окейно. Нет, я разумею, начальника школ в данный момент миллионы зарабатывают. И в общем средняя заработная плата по стране, по уверениям Вова и Димона, около 60 тысяч рублей. Но тем не менее, все естественно далее прояснилось, элементарно описываю первые воспоминания. Основное деяние станет о том, что ключевые героини, забирают к себе из деревни, в один момент нашедшуюся внучку Римы, Надю, причем беременную внучку, Надежда, Вероника Лысакова, женщина обычная, деревня и фактически сериал как раз и станет о том, как эта троица, сначала троица, совместно уживется. Героине понравились практически все, исключением, может быть, Наде. Нечрезвычайно обожаю образы деревенских Д.У. Ро. Чек, уж больно понятие современных кинематографистов, работающих в категории мелодрама, утрированная о представителях русской периферии. Да, непременно, Москва это круто, а сами москвичи русская голубая кровь. И в общем отдельная цивилизация. Но показ из кинофильмов кинофильм, такового вида девчушек-простушек, мне чет не особенно по душе. Очень приглянулась Лариса Удовиченко в виде мамы-бабушки и наиболее главная преуспевающей писательницы дамских романов-детективов, вот и разобрались с баблом. В принципе, роль, кристально-удовиченческая. Получилась такая женщина, которая знает себе стоимость, чрезвычайно приятная во всех отношениях, болтушка, гостья салонов и спа, и элементарно неплохой человек. Образ Аллы, не глядя на почти все противоречивые черты нрава, также приглянулся. Хотя казалось, а чему тут влюбиться? Педантичная дама, разрешено заявить СТ, Е, РВА. На работе коллеги у нее вымуштрованы, дома идеальный распорядок, за счет домработницы очевидно, жизнь налажена, сравнительно, как вы осознаете. Но Алла, тоже неплохой человек, и полностью позитивный персонаж. Все у нее имеется, и дама она привлекательная для собственных лет, и богатая, и эмоция юмора находится, хоть и типичная. Но что-то не хватает, описываю я основных героинь, и я размышляю, почти все из читателей, сообразили в чем фишка кинофильма и что кинофильму не хватает. Ага, верно, мужиков. Но героини наши все особые, а кроме Дуни, благодаря чему и мужчины им необходимы, а нужны ли в общем. Также особые. По крупному счету, этот мини-сериал, естественно ба. Пски. Причем на все 100%. Как говорится, снят он ба. Бой, про баб, и для бе, а бе. Может я немного дерзко произношу, и словечко б. Абы нужно увидеть на наши приятные дамы, но я размышляю, что мои читательницы и так сообразили, что как раз я это и подразумеваю. В общем живенько, не затянуто. Всего-то четвертой серии. Для собственной категории кинофильм чрезвычайно даже ничто. Думаю, что дамам, какие глядят схожие, сериал понравится. Да и мужчины имеют все шансы полностью за компанию поглядеть рядышком и чуть поехидничать. От меня 5 баллов. Спасибо. Вчера поглядела новейший сериальчик. Легкий, чуть-чуть комичный, ни о чем. Для вольного вечера полностью подойдет. Главные героини, три дамы, три поколения. Что-то это мне припоминает. В телесериале между нами девочками те же деятельные лица. Бабушка, дочь и внучка. Даже нравы идентичны. Спокойная бабуля всех мирит. Твердая дочь получает на жизнь. Внучка покуда беззаботна и радостна. Видимо, режиссерам понравилось применять в собственных сюжетах такую троицу. В новеньком телесериале бабуля, писательница дамских романов, имела вторых деток сына, который умер, и незамужнюю дочь. Случайным образом бабуля узнает, что у нее имеется внучка. Оказалось еще, что внучка беременна. Семья воссоединяется и тут раскручиваются главные действия телесериала. Хотя какие уж там действия. Обычные ежедневные заботы, встречи и расставания, обиды и непонимания, веселье и уныние. То имеется содержание так.